Всем привет, народ! Воскресенье, обзорище, и сегодня у нас... Я понял вообще, я понял, что надоели вам суши эти, тем более что-то... Все делают полную шляпу, одно и то же, одно и то же, это мерзкая рыба, все везде одинаково, короче. Надоели вам пиццы, в пиццах чуть все получше, но... Ну тоже, тоже одно и то же надоело. Короче, грузинская кухня у вас отлично зашла в последнем обзоре, и сегодня у нас китайская кухня. Из китайской кухни у нас был Дракон Азии, который показал себя неплохо, но долгая доставка. Сегодня у нас компания, которая называется... Ну, компания, не знаю, как называется, бренд, называется Ямми, Ямми. Китайская кухня в коробочках, типа. Вот, опять-таки, по времени ждем 2 часа, нам сказали 2 часа, типа, будем везти. Ну, посмотрим, всякие кисло-сладкие штучки там, что-то в карамели, и у них, как ни странно, есть еще роллы, ну... Ребята, вообще, вот, мне кажется, надо определяться, то есть, если уж занимаетесь китайской кухней, занимаетесь китайской. Какие там, нахрен, роллы, бургеры... У этих ребят нет бургеров, точнее, они есть, но они... Скорее, японские, как в сушисторе такие, вот, из рисовых булочек. В общем, ладно, посмотрим, что привезут. Доставка Ями, возят по всей Москве, и до нас привезут за 2 часа. Ждем. И пока мы ждем китайские коробочки, для вас отличная новость от канала Покашеварим и компании Cheesecake.ru. Ежемесячно отличные новости у нас в этой теме. Короче, декабрь, ребята, декабрь просто космос, потому что промокод Покашеварим12, вот именно такой промокод, он же будет в описании, вам даст скидку не 40%, как раньше, а 50%. Если вы закажете на сумму больше, чем 1990 рублей, то получите в подарок вот такой вот мини-наборчик макарунов. Макарунов с разными вкусами сможете попробовать, определиться и заказать себе уже там большой, например, набор макарон с французских пироженок. Это просто милость и классно, мне кажется, вот здорово. В общем, ребят, ссылочки, как всегда, в описании. Cheesecake.ru радует к Новому году. Пользуйтесь, сладкоежки вы мои, вот. А мы пока 2 часа, у нас есть ожидания, мы сейчас, Димасик, да, заточарим, а с тобой парочку макаронс. Дай-ка, я попробую. Вот я помню, мне очень малиновые нравились, когда я обзор на них снимал. Жалко, что в этом году в обзоре не было макаронс. Малиновые. ПОДПИШИСЬ! 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 Другаться и кидать доставки Суждем только хорошие доставки Ями опоздали и приехали за 3 часа Обещали за 2, приехали за 3 Короче, тут мое отношение такое Если уж ты обещаешь какое-то время, типа соблюдай Пусть оно будет большое, лучше сразу скажи, что 2,5-3 часа Ну окей, человек согласится там, если он хочет китайской еды Ну не надо где-то 2 и везти за 3, мне кажется Вот здесь вот что-то Я понимаю пробки и всякая декабрь сейчас все-таки Но все-таки 3 часа это очень долго, мы проголодались Это, конечно, быстрее, чем рекордсмены недавние, которые везли 4 часа у нас Грузинская кухня, да? Но при этом все вроде бы теплое приехало Давайте померяем Вот такая комплектация, довольно богата Смотрите, каждая коробочка подписана То есть мы знаем, что тут треска, тут пшеничная лапша с курицей Битые огурцы Ой, битые огурцы, это вообще моя любовь Все действительно горячее Смотрите-ка, оп Давайте вот на примере вот этой коробочки я вам покажу, что все привезли очень достойно 51,3 Ну то есть, отлично Супчик том-ям, я у них заказал И очень много, очень много коробочек И все эти коробочки как минимум теплые То есть, какие-то горячие, какие-то теплые Вот что, смотрите Ну в общем, вот как-то так, действительно, коробочки Тут максимально все в коробочках Вот здесь бургер лежит в таком формате Соевых соусов нам дали Причем там два соевых и какой-то еще, типа устричный Он более светленький такой Очень годно Слушай, и вот роллы, да, смотри Ребята привезли роллы Сейчас мы обсудим, я просто цены не помню Но то, как они выглядят даже на старте Хоть их, правда, 6 штук Но тем не менее Есть о чем поговорить И мы поговорим Серьезно, я сдерживаться вообще не собираюсь Сегодня задачка у меня непростая Коробочек действительно много И мы все это попробуем Значит, заказ у нас довольно большой 4 тысячи, где-то 100 рублей был Сдачу они дали И дали еще подарок Подарок можно было выбрать, короче Спринг роллы Спринг роллы со сладкой начинкой Там типа бананы Или с едой Я выбрал, по-моему, с бананами Мне кажется Подарок Подарок и смайлик нарисован И есть еще легенькая коробочка Она тоже бесплатная Насколько я понял, дается В ней вот такие вот Ну, условно, как он Рисовый хлеб называется Да, такие Чипсы из рисовой муки Прикольные Курица в кисло-сладком соусе Это ВОК Стоит 290 рублей Ну, такой очень увесистый На самом деле ВОК Сколько он должен быть по весу Фиг знает Но весит он почти полкило А, 400 граммов А весит 465 Выглядит изумительно Посмотрите Тут и курица Тут и грибы шиитаки Морковка Стручковая фасоль Много-много соуса Вот такие довольно большие Куски курицы Принцип заказа ВОК Довольно простой Как у многих То есть, ты выбираешь лапшу Она может быть пшеничная Там, гречневая Какая хочешь И выбираешь соус А основа То есть, там Мясо, курица Она уже как бы заложена Изначально Вот Я выбрал куриный ВОК Выбрал лапшу И выбрал соус, по-моему Устричный Ну, судя по запаху Это он и есть И довольно яркий Он по запаху Соус я заказал Кисло-сладкий Судя по всему То есть, это Не устричный все-таки Соус Но там есть и устричные Есть терияки Есть острые И всякие такие Очень хорошо сваренная лапша Кабачочек И немного суховато курица Это бедрышки Чуть-чуть суховатые Чуть-чуть жестковатые Мне кажется Пережарили Но в целом В целом Это блюдо клевое 290 рублей С удовольствием наешься Полкилограмма Всякого тут вкусного Да И соус И лапша Хорошо сваренная И грибочки И вкус довольно интересный То есть, в целом Вкус вот Хорош Хорош такой Курица с ананасами 350 рублей стоит Это классика Мне кажется Китайской кухни 350 рублей 350 граммов Подожди Довольте Зачем нам тарелка Там более-менее Все и так понятно 346 Небольшой недовес За который Особо и ругать Не хочется Ну тут Тут даже Пересыпать тарелку Нет никакого смысла Да Курица в крахмале Обжаренная Ананасы Судя по мягкости Это консервированные Ананасы Кунжут И много соуса Ну Кисло-сладкий Такой соус Который Кисло-сладкий Мне друзья Это Не то что я ожидал Ожидал я Восторга Вкуса Восторга Вот Контраста Кислое Сладкое Соленое Все это вместе Получил я банальный Довольно банальную Курицу Пожаренную в крахмале Который уже Вообще Напрочь Превратился в слюни И Обычный Какой-то соус Покупной Из магазина Вот такое ощущение Это съедобно Но это Не Не китайский Это вообще Не китайская Тема Я расстроен Ожидал гораздо Большего Следующее блюдо Это треска Чж Чжуанзы Рыба Вот он потек Кстати соус Смотри Оп Оп Должно все это весить 350 граммов То есть довольно Крупные блюда у них Весит 350 Но вот здесь вот Запах идет уже Более такой Более китайский Что ли Более уксусный Ну что Вот смотрите В этом блюде Довольно много Кусочков рыбы Мы понимаем Что кусочки рыбы Они маленькие А сверху Это много кляра Да Это что Огурцы или цукини Не очень понятно Сладкие перцы Ростки сои То есть Ну такое Довольно красочное блюдо Я бы не сказал Что оно Очень вызывает аппетит Но Тем не менее Кажется Что оно мне нравится У меня липучки Все Стой Не шевелись тогда А то сейчас Заставлю тебя Роллы есть Будешь? Полит Ну дай Доснимай Итак Давайте попробуем Джуанзы Вот это Вот это Уже Любопытненько Вы знаете Вот это Вкусно Вот это Солено Вот это Кисло Вот это Чуть-чуть Сладко Вот это Остренько Ммм Немного Пересолено Но 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 это Уже имеет Имеет Яркость Имеет Вот Какую-то Свою яркость Это действительно 390 рублей 350 граммов Довольно много Кусков рыбы Честно скажу Рыба как таковая Чувствуется Но где-то отдаленно Тут много кляра Много соуса Но тем не менее Да Вот это блюдо Имеет право на Мое позитивное отношение Скажем так Ничего себе Какой важный персонаж Тут Твое позитивное отношение Да короче нравится В общем Другими словами Но остренько Вот имейте ввиду Это Вкусно Я тут искал ложку И знаете что Я нашел ложку Вот она Я хочу попробовать Суп том-ям С рисом Судя по всему Рис они добавляют Сразу внутрь 330 рублей Стоит этот Суп том-ям И 300 граммов Он весит Прекрасный Запах пошел Очень мне нравится Запах Этого супа Давай посмотрим Вместе с упаковкой Да бух Ё Смотри То есть они мне Налили Вообще пол-литра 200 граммов На 200 граммов Больше чем положено Да рис уже внутри Очень богато Смотри начинен Хотя вот Что это Это кусочки имбиря Или это Голангал Прям куском лежит Я не знаю Как его можно Есть Не можно И какие-то креветки Встречаются И шампиньончики Маленькие И да Вот Пожалуйста Такие вот Куски Голангала Которые ты кушать Не будешь Конечно Хорошо Имбирь тут Не в форме Корня лежит Но В целом Довольно Классно Выглядящий суп 330 рублей Шалбульончик Острый Да Острый Да Насыщенный По вкусу Нет То есть Это чуть-чуть Недонасыщенный По вкусу Том-Ям Ох Не Ну в целом В целом Как бы Вкус Вот этот Специфический Том-Ямовский Он здесь Есть Однозначно Но если Если Вот вспоминать Даже Честно скажу Даже Том-Ям На бизнес-ланче В Мензе-кафе Был вкуснее Чем вот этот Ну по насыщенности Своей Тем не менее Тем не менее Это весьма достойно Рис все-таки Наверное В прикуску Лучше Но в целом В целом Да Хороший Короче Если хотите Классный Топовый Том-Ям Посмотрите Мой ролик Вместе с Виктором Бурда Мы делали Том-Ям И вот это Идеальный Том-Ям Который Прям вообще Том Это На Четыре с минусом Наверное Так Даже на Три с плюсом Хотя не знаю Есть ли разница Со школы Не могу ответить На этот вопрос Есть ли разница Между этими понятиями Триста Тридц рублей Несмотря даже На вес На пол литра Я бы брать не стал Курица с ананасами В каре Ребята Ну это уже Где-то Индийская кухня Немножечко Да Триста Пятьдесят Рублей Опять Те же Триста Пятьдесят Граммов Давай посмотрим Ух ты Да Запахи Конечно Куркумы Сразу Разошлись По кухне Че там По весу Не до вес Недовес Недовес Триста Пятнадцать Граммов Было Да Ну что Здесь Здесь опять Те же самые Что и курица В кисло-сладком Кусочки курицы Я уверен Абсолютно С тем же самым Вымокшим Уже крахмалом Ацки Да Те же самые Ананасы Ну короче Все то же самое Что было В кисло-сладком Только добавлен Соус Карри Который пахнет И который Конечно же Безусловно Очень на любителя Как я отношусь к карри Я скорее Очень хорошо Отношусь к карри Мне очень нравится Ароматная Специя Очень теплая Какая-то Знаешь Такая Согревающая То есть Вот она Душевная Назовем так Душевная Вот есть душевные Специи Карри Душевный Но я знаю Что запах Карри Очень многим Не нравится Поэтому Индийскую Кухню Многих Людей Не затащишь Поесть Индийской Кухни Потому что Карри Практически Везде Ото всего Пахнет Карри Короче Скучно Вот все блюда Блюда Что курица В кисло-сладком Была Что вот эта Вот курица Они какие-то Чуть странные То есть Не сказать Что они Обломные То есть Ты ешь Вроде У тебя Довольно Много Кусочков Курицы Понятно Что там Кляра Больше Половины Вроде Соуса Много Все Обвалено Но У них Какой-то Вот Какой-то Недовкус Понимаешь Нет Чувствуется Вкус Карри Но нет Ощущение Что ты ешь Какое-то Вкусное Блюдо Серьезно Хотя вроде бы Курица В кисло-сладком Соусе Делаешь Вкусный Кисло-сладкий Соус И у тебя Офигенная Курица В этом Соусе Получается Здесь То же самое Учитывая Что не там Не там У меня нет Ощущения Удовольствия От еды И полноценности Вкуса Мне кажется Что проблема В соусах Что-то В них Не так Видать Ну Я подозреваю У них на сайте Пользуются Тупо Вот Покупными Соусами И это Ну Ну Так себе То есть Весь прикол Мне кажется Китайской Кухни В том Что Китайцы Должны Приготовить Обалденный Соус И вот Тогда Все Просто Разруливается Вот Это Альтернатива С покупными Соусами Но Это То же Самое Что Дома Сделать Кисло-сладкий Соус С томатной Пастучкой С водой С сахаром С добавлением Там Китайщина Получается Ну Здесь Полуиндийская Кухня В общем Нет 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 Мне не понравились Вот эти Курицы Не пойдут Если сравнивать Например С Дракон Азией Тем же Да Вот Дракон Азия Он был Вот Трушный Понимаешь Вот На 95% Он прям Трушный Был По вкусу И по всему То есть С точки зрения Китайской Кухни Конечно Вот это Сильно Проигрывает Какому-нибудь Ресторану Лусан Или Ресторану Там уже Дракон Азия Доставки Да Проигрывает Но в целом Критиковать Конечно Не за что То есть Ну С точки зрения Поесть Они не обманывают То есть Еды нормально Даже несмотря на недовес Сказать что мало еды Не сказать Баклажаны По-пекински 220 рублей 150 граммов Нормально Здесь по весу Все хорошо Коробочка Существенно Меньше Чем Другие Коробочки И по весу Она гораздо Меньше Чем Другие Коробочки Вот они Внутри Баклажаны Много Соуса И вот оно В принципе Я одной ложкой Зачерпнул Все что мог Это аппетитное Блюдо Это мне нравится Как выглядит Это я очень Хочу попробовать Очень богато Соусом Тут какие-то Ростки Сои Смотри Баклажаны Мелко Порезанные Но блюдо Маленькое То есть Ну за такие Деньги Можно И побольше Ой блин Какой Очень сладкий Соус Вообще Тоже Чуть-чуть Остренький То ли Острота Осталась С прошлого Блюда Непонятно До конца Вот 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 здесь Попадаются Так называем Стебель Бамбука Мне очень нравится Похрустывание Вот этого Фрукта Овощ Дерева Как правильно Сказать Подожди Да Ростки Бамбука Очень вкусно Очень вкусно Что касается Соуса Он опять-таки Какой-то Немножко Не до Но Блюдо Вкусное То есть Я прям Смело 4 балла Поставлю За вкус Нет ощущения Что это Баклажаны По-пекински Серьезно Хотя тут В описании Написано Соус Хайсин Сладко-острый Соус Остроты Мало Кстати В нем Да Он не Остро-сладкий А сладко-острый Корректно Написали Кстати Молодцы Подаются Горячими И нет Кстати Кунжута На картинке Есть кунжут А тут Что-то Кунжута Нет Но Это Ладно Это Все Мелочи В целом Блюдо Нормальное То есть Его Можно Скушать Оно Скорее Понравится Ладненько Что у нас Я все К подарку Хочу Перейти У меня Баклажаны Битые Огурцы Вот поэтому Мы проверим Ребята Битые Огурцы Я люблю На канале Когда ты готовил Это вообще Из самых Первых Роликов На моем Канале У меня Каналы Уже Вечность Сколько Шесть Или Ну типа Пять Шесть Или семь Лет Моему Каналу Уже Черт Подери И вот Бак Ну Уже Нет В таком Виде Мне не Нравится И Сюда Такое Вот блюдо Видите Огурцы Но мне Не нравится Когда они Порезаны Вот так Понимаешь Для меня Битые Огурцы Это все Таки Порезанные Вдоль Плоды Огурцов Они Вот так Вот Как для Салата Типа Нарезал Отбил Плюс Ну как-то Вообще Не особо Они отбитые Ну а так Да Соевый Соус Чили Перчик Кунжутное Масло Которого Кстати Не факт Что есть Потому что Прям Обычно Если Кунжутное Масло Есть Прям Очень Очень Все Блестит А тут Ну как-то Мне кажется Без Кунжутного Масла Они Обошлись Запах Тем не менее Приятные Блин Вот Насколько Же Важна Все-таки Форма Продукта Вот В такой Форме Я битые Огурцы Ем Первый Раз Честно Никогда Не видел Чтобы Нарезали Именно Так Остренько Хочется Зоесть Вот этой Хрустяшкой На Мам Хрустяшка Огонь В общем Эти битые Огурцы Я считаю Непозволительно Неправильно Сделаны Порезаны Хотя бы То есть В принципе Если их порезать Как вот Мне нравится И как вот Любой китайский Посмотри Там Ютуб канал Где Готовят китайцы Они всегда режут По другому То есть Отбивают Их прям Вот так Вдоль Как бы Мне кажется Это важно Играет важную роль И вот я сейчас Убедился В том Что в таком виде Их Невкусно Есть по консистенции Вот Типа такого Неправильно Раскрывается Вкус Какую я чушь Иногда несу Ну Я надеюсь Вы поняли Я надеюсь Вы поняли Что я имею ввиду 180 рублей 150 граммов Мы кстати Не взвесили Но похоже Что наверное Есть Брать не стоит Слишком остро Слишком непряно И Неправильно Порезано Дальше У нас Курица Хунан Курица Хунан Куриная грудка В кляре Обжаренная В томатном Остросладком Соусе И посыпанная Белым кунжутом А Ну тут грудка Там были Судя по всему Бедрышки Хотя это не факт А тут грудка Ну то же самое Да 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 Или не да Чи да Или не чи да Я не пойму Курица Хунан Должна весить 300 граммов 300 граммов 315 рублей Стоит 375 Весит Тут вообще Если это еще И окажется Довольно вкусно Я буду доволен Действительно видно Что более красный Какой-то соус Да И его Как-то мало То есть Вот он впитался И курица Она как будто бы Такая уже Матовая стала Да И опять Вымокший Крахмальчик Здравствуйте Здесь нет ничего Кроме курицы Дайка я снизу достану Там прям с соусом Из всего того Что мы ели С курицей Самая годная вещь Кляр Не такой страшный Потому что соус Видать жидкий Стек и все И больше не мешает Кляру Жить на курице Как-то Соус опять-таки Не китайский Но он Довольно вкусный Он скорее Привычен Нашему вкусу Потому что он Видимо сделан С добавлением Там томатной пасты То есть Какой-то такой вкус Ну не то чтобы Борща какого-то Ну типа такой Знаешь Знакомый Вот А в китайской кухне Вкусы Они Они вообще Не знакомые Это в целом Вкусно Действительно И кисленько И сладенько И чуть-чуть Остренько И курочка Норм Несмотря на то Что грудка А там вот Скорее всего Бедра были Грудка Даже прикольней Кляр Прикольней Соус Прикольней Все То есть Вот это блюдо В целом Брать можно Но Не тем Кто рассчитывает На китайскую кухню Тем кто рассчитывает Более-менее Вкусненько Заточить Курочки Пойдет Мне кажется В этом проблема Что Как бы Занялись Китайской кухней Но почему-то В меню Например Еще есть Роллы Ну То есть Хотят Позаниматься Всем И как-то Вот Страдают Страдают Конкретные Направления Вот Ну Судя по Внешнему Виду Например Японское Направление Не очень-то И страдает Потому что Роллы Выглядят Очень здорово 415 Рублей 6 Кусочков Роллов 343 Грома Вместе С коробкой Имбирем И васаби А должны Весить 280 Ну Похоже на правду Ну что сказать На первый взгляд Это сделано Клево На второй взгляд Это сделано Клево Потому что Посмотрите Рыбка Пусть даже Да нет Наверное Рыбка Ну как минимум Это рыба Смотри Она плотная Это хорошая рыба Понимаешь Хорошая рыба Блестящая рыба Возможно Они смазали чем-то Но Выглядит это здорово Очень аккуратно Свернуто 6 кусочков Жаль Что не 8 А 6 Как в Тануке Где-нибудь Но тем не менее 415 рублей Ну вообще Наверное Дороговато За 280 Граммов Но тем не менее Неплохо Прям вот Признаемся Тоже в этом Есть определенные Проблемы То есть Когда вкусный Соевый соус Он И в битых огурцах Будет офигенный Вкусный И И во всяких Вот Воках Будет вкусный Понимаешь Когда он Вот Соевый соус Мне не понравился Абсолютно Так Что тут Со сливочным сыром Вот это тоже Вечная проблема В роллах Должно быть Вот вкусно Все Классно Сваренный рис Классная рыба И вкусный Сливочный сыр Много Сливочного сыра Это тот Сливочный сыр Который Как масло По вкусу Который Вот Вкусные Суши Достоевский Я так понимаю Периодически Тоже Его используют Огурчик Хороший Рыба Рыба Все-таки Хорошая Вот Вкус Прям Мне понравился Этой рыбы Блин Ну почему Вот почему Я не знаю Почему так Я Самый Добрый Обзорщик Вообще Во вселенной Мне кажется Я никогда Не придираюсь Но с роллами Вот Это просто Какое-то Проклятие То есть Вот Не может Никто Кроме Видимо Моримана Какого-нибудь Или там Отличные Суши На Ленинском Хотя Не знаю Как они Сейчас Кстати Пожелают Сделать Так Чтобы Вот Вот так Вот Смотри Офигенная Рыба Офигенный Рис Офигенный Сливочный Сыр Очень Хрустящий Огурчик Вот Вот Никто Не может Сделать Такую Филадельфию Вот Всегда Чего-нибудь Да там Понимаешь Этого нет Этого нет Вот так Вот происходит Ну посмотри Какая заявка Реально Ну Вот А Один из лучших Ролов Наверное Что я видел В последнее время Сливочный сыр Отстой Рис плохо Сварен И он Абсолютно Безвкусный В целом Эти роллы Можно есть Есть у тебя Ощущение Вот Эффект Плацебо Как на него Смотришь Такой О Наверное Блин А я заплатил 415 И мне вкусно Можно есть Но Черт подери Когда ты попробовал Уже 100-500 роллов Ты видишь Это В огромной надежде Что тут Все будет Офигенно Гармонично Но нет Ями Блин Сливочный сыр Поменяйте Рис Заправьте Вкусно Посмотрите ролики Человека От которого Вы устали Уже Чтобы я напоминал Заправьте Также рис Все Один в один Будет Очень вкусно Все Блин Не ну серьезно Вот на это смотришь Через коробку Дим Круто выглядит же То есть ты такой Ничего себе Блин Сто лет такого не видел Ингредиенты Всегда решают Блин Вот я понимаю Куриные крылья В тайском соусе Та-ра-ра-дам Дарам-дам-дам Аа Ну вот Блин Вот это Вот это точно Покупной соус Здесь просто Без вариантов Да Просто пожарили Во фритюре Крылья Возможно Окунув Обваляв их В крахмале Предварительно Или в муке И залили Обычным Покупным Кисло-сладким Соусом Вот условно Который они назвали Тайский У них же На сайте Этот соус Продается Понимаешь В бутылках Вот они Им и заливают 150 граммов 202 грамма Класс Все просто Соблюдено На 5 баллов Так Мне бы Салфеточку Которой Я возьму Крылышко Опа Я вот так вот Мне удобно Так есть крылья Давай попробуем Что-то с крыльями Как-то Не дружат Поварам Это не здесь А вообще В принципе Я не понимаю Как крылья Можно высушить В хлам просто Нет Соус нормальный Вот этот покупной соус Которым залили Вообще норм То есть Типа у меня дома Лед стоит Такой же соус Но приблизительно Я им иногда поливаю Там что-нибудь Но при этом Когда ты поливаешь Абсолютно сухие крылья Вообще не важно Чем ты их поливаешь Потому что это Абсолютно сухие крылья Ямия Ну Ну это же крылышки Ну как так-то Что-что Поменьше жарьте Короче нет За 270 рублей Это блюдо Абсолютно не стоит 270 рублей Три крылышка Несмотря на то Что написано Шесть Но это Три крылышка Три Три крылышка По две фаланги Короче Поняли Да Да 270 рублей Офигенная моржа Господин Борнягин Какая моржа Хороший вопрос Я точно не знаю Вот например В ресторане Китайской кухни Есть Ролл С курицей Блин Made in McDonald's Ух ты Смотри Желкая тортичка Да 250 граммов Да не весь 250 граммов 166 Офигеть Прям ну Нет 250 граммов На сайте написано Дикий недовес И вот такая Тортилечка Ну а-ля Ролл Цезарь Из McDonald's Только лепешка Немножко другая Все А так там курочка В панировке Которая выглядит Как курочка В панировке Давай попробуем Там еще помидорчик Стремненький Огурчики маринованные Которые не стремненькие Салатайсберг И что-то Лучок Там судя по всему Да Вполне себе вкусные Огурчики И на этом В целом Пожалуй все Ну да Тортилечка мягкая Тоже Обычная покупная Тонкий кусок курицы Во фритюре То есть это не целая Грудка И даже не половинка Мне кажется Это где-то На четыре части Разрезанная вдоль Куриная грудка Поэтому она там Вообще не чувствуется За сухарями Вот Вымокший такой салат Слюнявый Такой знаешь Уставший Салатик Вот Тем не менее Огурчики Более-менее Вот А? Сбоку огурчик Ну отлично Вообще зашло Ну в целом Конечно нет 230 рублей Тем более С таким недовесом На блюду Вообще не стоит А вот бургер Смотри Бургер Который Прям действительно Это наверное Моя любовь В компании Суши Стор Мне кажется Это вообще Они придумали его Хотя я могу ошибаться Вот такой вот Рисовый бургер Я же его повторял У себя на канале Готовил Можете посмотреть Ссылочка будет Здесь или в описании Как вот готовить Примерно такой бургер Но я не уверен Что это такой Прям бургер Потому что я готовил Куриный Этот по-моему С креветками Я заказал 510 рублей Бургер Никиби Копченый угарь А с угорем С кусочками Текуана На булочке Из риса Масага Спайси Подается С креветочными Чипсами А подожди Креветочные чипсы Вот это походу Не бесплатно Это походу Под бургер Почему они Называются Креветочные Непонятно Непонятно Почему они Креветочные Вкус креветок Но Может что-то есть Но не особо 340 граммов Это поистине Большой бургер 349 Посмотри О Смотри Действительно Такуан Булочка Кунжут Посмотри Ну Принципы Вот этого бургера Я говорю Уже раскрывали мы В ролике Все зависит от вкуса Конечно От того как соус Спайси Изумительно Сочетается Обычно В таких бургерах Очень хорошо Очень хорошо И тут даже Особо Внимание на рис Не обращаешь То есть рис По-прежнему Остается Заправленным Крайне нейтрально То есть он Не, ну там Чувствуется какая-то Легкая сахаринка Какая-то вот Сладость такая Но не уксусности Легкой нет Не солености То есть Когда Странно заправляет Я не знаю Может я по-другому Привы Но когда ты ешь В целом Офигенно А все потому Что там внутри Угарь Который разруливает Как мы знаем Внутри Тукуан Который хрустященький Офигенный Вообще Очень мне нравится Тукуан Это топовый ингредиент Сливочный сыр Хрустящий На этот раз Еще хрустящий Салатик В отличии от Рола Вот И в целом Классно Но честно Честно скажу Бургер Например У Сушистора Мне кажется Он чуть поменьше По размеру Вот куриный Именно С курицей И чем-то еще Там Вот он вообще Обалденный То есть Это самый лучший Из таких бургеров Нестандартных Который вот я ел Наверное В своей жизни Ну я теперь его готовить У себя умею Поэтому Мне никто не нужен Но это тем не менее Тоже вкусно Даже несмотря на Фриковость Идеи Да Ну типа Лисовые булки Что за дичь Вот кажется так А по факту вкусно То есть получается Поэтому Поэтому советую То есть если где-то Увидите там У Сушистора У этих ребят Будете заказывать У них можно заказывать Я вас вообще не отговариваю То есть довольно Довольно все съедобно Просто не китайская кухня Уж давай Признаемся Вот Если будете заказывать Попробуйте Вот такие бургеры Необычное ощущение И Пожалуй Да Прям очень даже Да Так у нас еще Два десерта Яблоки Яблоки На снегу И кури А Куриные крылья Мы же ели уже Куриные крылья Мы ели Все У нас два десерта Один подарочный Это спринг роллы С бананом Пахнет Шикарно Просто И шелковые яблоки Или Шелковые яблоки Максиму Шелковому Привет Яблочки на снегу 242 Дим Или 245 Я что-то не пойму Верх ногами 42 42 да Кстати Вот смотри 158 рублей Всего Подожди Хорош 120 граммов Они должны весить Весят Два раза больше Это как том ям Нифига себе Традиционный Десерт китайской кухни Дольки Яблока В кляре Обжаренные В горячей карамели Посыпанные кунжутом Чудеса просто Я люблю Такие штуки Мне кажется Немного Жидковато То есть Я бы не сказал Что это Карамель Да То есть Это не карамель А это Скорей Сахарный Сироп Но это Вообще Далеко не Карамель Конечно Ну и в такой Консистенции Сиропа Кляр Естественно Сейчас будет Вымокший Это Самые Ужасные Яблоки Вот такие Вот в кляре И в карамели Которые я ел Потому что Это не кляр Это не карамель Но это По прежнему Яблоки Короче Вместо кляра Тупо сироп То есть Ну Представьте Разбодяженный Сахар в воде Я не знаю Ну немножко Там может быть Ну пожаренный Где-то в сковородке И И все это Вот размочило Кляр до состояния Соплей Все кто ест Извините Ради бога Но я надеюсь Что вы уже поели Сейчас конец обзора То есть Отвратительно Сделано В общем Будем надеяться Что Спринг ролл Ух Уш 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 С бананами Это нормальные Будут Не знаю Сколько должны Весить Я просто Попробую Ну вроде как Съедобно Но не более того Наверное Если сразу Это блюдо Есть И там Хрустящий Спринг ролл И внутри Еще не такая Переваренная Банановая начинка Мне кажется Тут банан Был не очень Не очень Как сказать Перезревший Короче Перезревший банан Вот Было бы вкусно Наверное А так Это просто Съедобно Необломно И конечно Клево Шарик мороженого Да не хочется Заморачиваться Честно Когда вкусно Хочется такое сказать Типа Еще бы шарик мороженого Я бы посидел Поел А тут Ну Спасибо за подарок Вот Спасибо за подарок Вам И по факту За сегодняшний обзор Самое аутентичное блюдо Которое Вот действительно Прямо оригинальное Это вот эти Чипсы Обалденно Вообще Ну а в остальном Как вы поняли Восторгов нет Восторга нет Разочарования Как бы нет Ну Легкое разочарование Есть относительно Того что Я ждал Китайскую кухню А получил Ну Типа Вот делаем Как умеем Как можем Купили соус И залили Все нормально Вот в этом плане Есть разочарование Но Это все Тем не менее Съедобно Итоговые оценки 65 баллов Первое Давайте начнем Снизу Прямо Поставил я лайк Или нет То есть Другими словами Буду ли я заказывать Еще Хочу ли я советовать Пожалуй нет То есть Ну Не потому что Как-то плохо Или там Крайне невкусно Нет Потому что Не соответствует Идее Короче Не соответствует идее Вы поняли Да Если хочешь китайскую кухню Значит Езжай В китайский Какой-нибудь ресторан Не знаю Там на Дмитровке Есть Ресторан Прям китайский Аутентичный На профсоюзке Заказывай В Дракон Азии Ищи Ну ищи То есть Это Езжай в Китай В конце концов Вот Послал Так послал Да Езжай в Китай Сейчас все собрали Вещи И поехали Ну ладно Цена Цена В принципе адекватная Мне кажется Большинство блюд Ну воки всегда недорогие Потому что Ну лапша Тесто Что там такого То есть там Где-то соточка за соточку Да Но есть позиции Которые Немножко не оправданы По цене Баклажаны Мне кажется Дороговатые Яблоки Вообще не стоят Нет Про яблоки гоню Яблоки по цене Это были нормальные И по вкусу были Отвратительные Были и остались Кстати Вот Ну то есть 4 баллов Весьма достойно Вкус Качество По качеству Наверное вопросов У меня не возникло Относительно Там продуктов Они нормальные Но качество 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 Подхода Кухне Мне не понравилось Опять таки Это связано С тем Что вообще Ни разу Не китайская Кухня Ну и вкус В целом На 3 с плюсом На 4 с минусом Решайте сами Ну приблизительно Это сопоставимые Для меня Параметры Вот конкретно В этом обзоре Соответствие Соответствие Заявленному Я поставил 4 с половиной Чтобы лишний раз Ни китайская Ни китайскость Не влияла на оценку Я здесь Подразумеваю В данном случае Соответствие Весов Которые указаны На сайте И фактическим Весам То есть Были недовесы Были перевесы Но как всегда Перевесы Они роль не играют А недовесы Роль играют У нас были Несущественные недовесы Были и существенные перевесы То есть Вот с этим Как-то надо жить Но 4 с половиной Я считаю Вполне нормально Сервис 4 То есть По большому счету Все есть Салфеточки Есть Хоть и немного Вилочки Ложечки Есть Соевый соус Есть И Как Как бы Все Все нормально Короче Ну Скорость Понятное дело Да Не привезли За 2 часа Привезли за 3 То есть Если бы Вот Скажем так Наверное Если бы они Привезли В указанный Срок Я бы не стал Ставить Плохую оценку Ну как бы Я бы все равно Высокую не поставил Высокая Это вот Быстрые Доставки Наподобие Доминоса Но если уж там Решаетесь Возить Совсем Далеко От места Производства Ну окей Ну как бы Значит такая вот Оценка Оценки за скорость Вы должны понимать Это не хорошо И не плохо То есть Это просто Как факт Информационный Чтобы люди Могли Я не знаю Зайти там На наш сайт Выбирая себе Доставку Обратить внимание На то Что они там Некоторые доставки Везут долго И соответственно Зайдут к ним На сайт Посмотрят У них там Есть разные Зоны доставки Определяться Готовы они ждать Или не готовы Вот и все Это информационные критерии Ну в некоторых случаях Нет А бывает абсолютно Когда бомбит От того Что везут долго Ну когда обещают Час Везут 4 Вот это конечно Уже Ну тут типа просто Вы должны понимать Что если вы находитесь Там в зоне доставки Которая далеко От них находится То вам будут везти Вот 2-3 часа Поэтому ставлю единицу Температура 4 Температура 4 В целом все теплое Горячее Нормально Ну и лайк Обсудили В общем 65 баллов По факту Не то место Куда хочется возвращаться Не то место Где хочется Еще раз заказывать Особенно Если ты находишься Далеко от них И тебе везут Столько времени Сколько мне сегодня везли На этом пожалуй все Канал пока шеварим Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И на мой инстаграм Кстати подписывайтесь Там Активнее С вами Общаемся Спасибо Давайте Пока 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 Дима Что такое Ями Вообще Типа Ууу Ями Вкусненько Песня Ями 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 Яна Майами Ньютон Вкусненько Субтитры